Всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова. Спасибо, что нашли ко мне в гости. Меня зовут Юля. В сегодняшнем видео мы будем с вами распаковывать бьюти-боксы. Я большой люблю бьюти-боксов. Я каждый месяц получаю, может быть, по 2-3 коробочки с бьюти-боксами, потому что это невероятно выгодно. Ты получаешь тестеры, иногда даже фулл-сайза полные размеры в бьюти-боксах. И, в общем, я на них плотненько так сижу. Обычно какая-то может прийти, допустим, в середине месяца, другая может прийти еще позже. И, в общем, не получается, как правило, все их вместе собрать и сделать обзор на них. В этом месяце нам повезло. И, в общем, у меня здесь есть 3 моих любимых бьюти-бокса, которые мы сегодня распакуем, посмотрим на товары. Вообще, стоят ли они своих денег или не стоят они своих денег. Так что, да, ребят, надеюсь, вам понравится это видео. Давайте начинать. Поехали! Итак, каждый месяц я получаю 2 своих любимых бьюти-бокса Allure и Ipsy. Из всех двоих мне нравится больше Allure, потому что они, как правило, всегда дают вам около двух полноразмерных товаров. И, в общем, товары, как правило, они очень классные, какие-то новинки, и они очень сильно фокусируются на корейских товарах. Ipsy – это неплохой бьюти-бокс. То есть, Ipsy, наверное, хорош тем, что вы можете добавить большое количество товаров, что добавляется к вашему бьюти-боксу. И вы можете сохранить аж до 80%, покупая у Ipsy, вы реально сохраняете деньги. И, наверное, поэтому я не отписываюсь от Ipsy. Потому что, хоть мне иногда и не очень нравятся товары, которые я получаю, я подписана просто вот из-за вот этих классных предложений, скидок постоянных. Итак, а, подождите, третий бьюти-бокс наш называется FabFitFun. Я на него подписана стала месяца два назад. То есть, тогда меня привлекло то, что у них была такая специальная акция для тех, кто еще не подписан на них, или это специальный какой-то выпуск их бокса был. И я решил попробовать их. И, в общем, я была под впечатление, потому что я получила такое большое количество товаров, не только для красоты и души, но и для дома. И, в общем, сейчас у них вышла именно та коробка, которая выходит как бы каждый сезон, то есть осень, зима, лето они выпускают эти коробки. То есть, она не выходит каждый месяц, нет. И коробочка от FabFitFun, она наиболее дорогая из всех, около 40-45 долларов, но вы получаете гораздо больше товаров также. Итак, давайте начнем с нашей Ipsy Box. Каждый месяц вы получаете естественные продукты в такой красивой, миленькой косметичке. У меня этих косметичек в доме накопилось столько много, что я уже даже не знаю, куда их девать. Выбросить-то жалко их, но иногда ты получаешь такие интересные дизайны, как, допустим, эта косметичка, она такая, как бархатистая, вернее, она велюровая, очень приятная на ощупь. И, как можно понять уже из цветовой гаммы, это все направлено именно на тематику осени. Как известно, в Америке очень любят pumpkin spice, это все тыквенное. Это одно из тех времен года, когда очень многие компании фокусируются именно на этой тематике. Мы имеем такую брошюрку, как всегда, в ней говорится обычно то, что вы получаете в бьюти-боксе своем, и, в общем, что это дает конкретно вашей коже. Итак, первое, что мы тут нашли, это вот такой крем для глаз от бренда Verify. Это пептидный крем для глаз с фито-гликогеном, и он также может использоваться как праймер под глаза перед, например, нанесением макияжа. Это у нас Deluxe Size, и чтобы купить его в полном размере, нужно заплатить 60 долларов 38 центов. Наш следующий товар является вот такой CC крем от бренда Eat Cosmetics. Я слышала об этом креме достаточно много, по-моему, у меня даже был тестер опять же, они всегда присылают тестеры Eat Cosmetics почему-то частенько, и этот крем, он сделает вашу кожу чуть лучше, то есть это ваша кожа, но лучше. Такой у них, кстати говоря, и слоган. Если вы вдруг захотите купить полный размер, стоит он будет 39 долларов 50 центов. Дальше у нас имеется вот такой бальзам для губ от бренда Hemp. Бренд мне очень нравится на самом деле, у меня был их крем для тела, как раз таки, видите, да, наверное, что в составе тут у нас? Невероятно ароматный, он такой ароматный, что вам придется привыкнуть, наверное, к запаху, но у них очень классные средства для тела. И это у нас Lip Balm или бальзам для губ, он стоит у нас 8,99, и это полный размер. Например, первый товар, который у нас в полном размере, главный ингредиент в нем это Hemp Seeds или масло. Hemp, я напишу внизу, что это значит, мало ли меня YouTube заблокирует. В общем, я попробовала его уже, и я не могу сказать, что он прям такой вау, он достаточно жирный. Я не очень большой любитель очень таких жирных бальзамов, которые как будто стараются в рот попасть тебе. Это классно, но я не думаю, что я куплю это еще раз. Вот такие тени в оттенке Pink Diamond, он бренда Mayel Beauty. Ипси известна тем, что они очень часто присылают товары от таких брендов, которые, ну, вы о которых не слышали, скорее всего. И об этом бренде я ничего не слышала, но упаковка, она действительно очень красивая, трога очень смотрится. Если вы хотите купить это в полном размере, стоит 29 долларов. В принципе, эти тени очень даже хорошо показывают себя в свочах, они очень такие мягкие на ощупь. Ну, в общем, да, такой обычный персиковый, милый, романтичный оттенок. У нас еще осталась тушь. Тушь у нас от Tarte, их Big Ego тушь, полный размер стоит 23 доллара. И кисточка, она действительно очень прям такая реально пушистая, она огромная. Очень интересно выглядит. Я попробовала бы эту тушь. Эта тушь нам обещает полностью покрытые тушью ресницей. Супер черный пигмент, драматический объем, драматическая длина. В общем, все, что нужно вам от туши здесь имеется. Туши от Tarte, они неплохие, не хороши. У меня их есть тушь одна. Это тушь Lights Camera Splash. По-моему, я получила ее в одном из наборов от Sephora. В начале она мне очень понравилась. Я прям пользовалась ей каждый день. Она вотостойкая, не смывается при, допустим, попадании в глаза воды или когда вы плачете. Но потом, попользовавшись ей, может быть, месяц-полтора, я как-то поняла, что она перестала что-то делать вообще. То есть она делает ресницы ваши такими маленькими какими-то, не вытягивает их, не дает объем. Не знаю, Tarte, мне кажется, что я люблю Tarte только из-за их консилера, как называется он, Tarte Shape Tape. Вот это просто, да, вау, must have. Но даже сейчас говорят уже, что Tarte не настолько уже впереди планеты всей, не настолько восхищает бренд людей, к сожалению. Но американцы так говорят, что вот они решили этот свой Tarte Shape Tape настолько продвигать постоянно, что уже люди не заинтересованы. И, в общем, люди понимают, что есть сейчас гораздо-гораздо больше альтернатив, интересных. Ну, в общем, я не знаю. Скажите вы в комментариях, ребят, что вы думаете о бренде Tarte, нравится ли он вам, восхищает ли он вас. Или вы как-то так, нет, спасибо, я лучше куплю что-нибудь другое. Итак, такая вот у нас была распаковка сумочки от Ipsy. Я считаю, что при том, что я плачу около 12-14 долларов в месяц, на Ipsy классно подписываться только ради их каких-то акций, каких-то у них всегда интересные моменты проходят. Даже можно купить там что-то новое, что вышло задешевле. Вот поэтому я люблю ее. Дальше мы будем говорить с вами о моем самом любимом бьюти-боксе из всех-всех. Это Allure Beauty Box. Я обожаю этот бьюти-бокс. Вообще, Allure это у нас что? Это у нас журнал. Они пробуют разные новые продукты каждый месяц. Потом они делают свой бьюти-бокс в основе того, что им понравилось. То есть, они не положат вам то, что прям не вау, нет. И как раз-таки в этом буклете, который вы получаете в каждом бьюти-боксе, вы можете увидеть, что и кто говорит из людей, которые пробовали эти продукты, кто работает в Allure, почему им понравилось это и что вообще хорошего в этом продукте. В этом месяце, кстати говоря, у нас полный размер это тушь от Wonder Beauty. Wonder Beauty это, если не ошибаюсь, корейский бренд. Он сейчас просто становится очень-очень популярным. Я, кстати, получила патчи под глаза. Золотые, реально патчи золота в этом бьюти-боксе от FabFitFun. И я очень довольна ими. Вот, полный размер мы здесь имеем. Ну и, в общем, сейчас поговорим о других. Так, что нам обещает Allure? Allure обещает нам то, что вы платите всего лишь 15 долларов, и вы получаете продуктов, которые стоят 121 доллар в общей стоимости. Это, на самом деле, не обман, это правда, потому что продукты действительно очень качественные, и видно, что они выбраны с любовью, а не просто, чтобы, знаете, побросать туда что-нибудь, и, в общем, все. Вы получаете каждый раз не косметические, которые вы потом храните в доме, и не можете их выкинуть, вы получаете это в такой очень даже симпатичной картонной коробке. У меня, кстати, эти картонные коробки идут очень часто на хранение чего-то. Очень удобно, кстати. Давайте саму тушь посмотрим. Тушь от Wanderbeury. Она обещает нам, конечно же, объем и подкручивание ресниц. Приятно ее держать в руках, и она сделана, кстати, в Корее. То есть я оказалась права, что этот бренд делается в Корее. И давайте посмотрим на цену. Это у нас полный размер, и полный размер стоит 24 доллара. И тут у нас имеется фото девушки, ее рассказ о том, как она вообще попробовала эту тушь, что ей понравилось, и что нет. И она у нас работает ассистентом редактора, получается. Я реально считаю, что это очень классно, когда ты можешь почитать об этой туши не просто языком маркетологов, чтобы они продали тебе это, а от реального человека, который попробовал ее и скажет вам, что хорошо, что плохо. Мы уже окупили этот бьюти-бокс тушью за 24 доллара, потому что я плачу за этот бьюти-бокс 15 долларов. Следующий наш товар, это будет вот такая кисточка от бренда Эльф. Кисточка для хайлайтера. Она стоит 4 доллара, если вы решите купить ее в магазине. И кисточки от Эльф, они на самом деле очень хорошие. У меня имеется, ну, кисточек 5 от Эльф точно. И они хорошие, они очень недорогие, очень доступная цена. И они очень хорошо работают. Прям вау, очень мягкая на ощупь кисточка. Мне кажется, кисточек никогда много не бывает, особенно те, которые вы получаете в бьюти-боксах, потому что это все бесплатно почти. И также вы могли получить либо кисточку от Эльф, либо же кисточку от Нюкс для контуринга. Итак, следующий наш товар будет вот такой сухой кондиционер, который способен уменьшить видимость вьющихся волос. То есть вот бывает так, что вы уложите волосы, потом на свет смотрите, и у вас волосы разные торчат в разные стороны. И, наверное, я так понимаю, это то, что это делает. Оу, тут такая штучка, которую поворачиваешь. И как-то это должно быть... Окей, давайте посмотрим. Пахнет он очень классно. Это знаете... Вау, он пахнет как парфюм какой-то. Такой летний. О, цене. Почему-то я не вижу кондиционера здесь у нас в этой брошюре. Это очень странно. Нашла я на Амазоне все-таки об этом сухом кондиционере. Он стоит 4 доллара 53 цента. В полном объеме вы получаете 102 грамма. И здесь у нас 28 граммов продукта. Слушайте, ну, возможно, даже я куплю это. Однажды мне попался очень классный такой праймер-спрей для волос. И я попробовала его, и мне настолько понравился, что я не купила даже полный размер после этого. Дальше у нас имеется санскрин или крем для защиты от солнца от La Roche-Posay. Тут пишут, что это очень легкий по своей текстуре крем для защиты от солнца. Полная стоимость его 33 доллара 50 центов. Ничем не пахнет, и он очень прям жидкий. Он очень легкий по своей текстуре. И мне кажется, что если нанести его на лицо, он вообще почти даже не будет ощущаться, чувствоваться и быстро впитается тоже. Классно, слушайте. Супер мягкая кожа после нанесения этого санскрина. У нас осталось еще три товара. Давайте я вам покажу то, что я уже попробовала из этого битибокса. Это у нас вот такой гель для снятия макияжа. Ну, как гель? Это вообще бальзам для снятия макияжа от бренда Elemis. Elemis это невероятно популярный бренд, который, если не ошибаюсь, он из Британии. И когда я увидела, что он попался мне в этом битибоксе, я такая, ура! И вот так выглядит этот самый бальзам. Он обещает, что он снимет макияж без проблем каких-либо. И полная стоимость его 64 доллара. Вау! Этот бальзам настолько мне понравился. Я когда использовала первый раз его, я поняла, почему Elemis считается таким хорошим брендом, немножко даже high-class бренд. Это все-таки люксовая линия ухода за кожей, потому что он невероятно мягкий. То есть, вы только наносите его на кожу, допустим, когда вы в душе и снимаете свой макияж, он трансформируется в такую мягкую, не то что гелевую, такую мягкую массу, которая очень классно ощущается на коже. И действительно, после использования этого бальзама от Elemis, она, кожа ваша становится невероятно мягкой. Прям действительно наслаждение пользоваться этим. Купила ли бы я это в полном размере за 64 доллара? Наверное, нет. Потому что, ну, все-таки нет в этом смысла, когда вы можете купить что-то от Biore. И, в принципе, это почти тоже по качеству. Вот такой карандаш для глаз. Бренд называется Clio Noir, и это Twist Up Eyeliner in Purple. Я так понимаю, он фиолетовый, но он, да, это фиолетовый. Он, кстати говоря, очень даже такой прикольный. То есть, он мягкий, он очень приятно ощущается при нанесении, и чувствуется, что он, скажем так, даст вам тот самый пигмент, но не прям очень суперсильный пигмент, который, допустим, вы не хотите. Очень, да, прикольная вещичка, но, конечно, цвет, он немножко такой фиолетовый. Почему не черный? Стоит полный размер 18 долларов, и я думаю, что это интересно пробовать другие новые бренды, которых-то раньше не слышала. Последний товар – это маска. Чем мне нравится Lure, так это в каждом бьюти-боксе, вот в каждом вы получаете плюс ко всему маску. Вы можете накопить столько масок, если не пользоваться ими, но, вы знаете, каждый раз их маски, они поражают, как сказать, уникальностью. То есть, некоторые бренды я даже не знаю, и, возможно, даже вы не знаете, что они существуют, но, чтобы вы понимали, маску, чтобы купить вот, ну, даже в Америке какую-нибудь хорошую, это может стоить вам от 5 долларов до 10 долларов. Я уже молчу о маске, допустим, от какой-нибудь Huda Beauty. Ну, да, маски могут быть дорогие, особенно те, которые вы только используете один раз. И это у нас маска от бренда Glam Up Revitalizing Japanese Sake. Вот, маска для блеска кожи, то есть она способна дать вам то самое сияние кожи изнутри. Да, я оказалась права, самый главный ингредиент этой маски – это саке. Плюс ко всему имеется экстракт алоэ. И пишет девушка, которая попробовала эту маску, что, когда вы ее используете, вы погружаетесь в какую-то среду японскую, как будто вот вы в баре, вы чувствуете аромат этого саке, и это вас вот относит вот в эту атмосферу Японии. Мне, наверное, нравится все, от бальзама для очищения, для снятия макияжа, да, до кисточки, до туши, естественно. Кондиционер сухой попробовать будет очень интересно, что мы уже сделали. Сейчас пахнет он очень классно. Ну, наверное, что мне не понравилось, прям вау, наверное, это был карандаш в фиолетовом оттенке. Не каждый день моя рука будет тянуться к этому карандашу, но мне кажется, что сегодня под этот макияж он может даже очень подойти. Так, наш самый главный гость этой программы – это бьюти-бокс. Вернее, не то, что это бьюти-бокс, это скорее коробка, направленная, ну, в общем, на красоту, на душевное равновесие и для дома что-то вы всегда можете здесь найти. Итак, что такое FabFitFun? Этот бьюти-бокс, он выходит раз в сезон, да, у них бывают иногда какие-то такие междусезонные коробки, но чаще всего вы получаете ее, там, зимой, летом, осенью, и, в общем, так они работают. Я, если честно, когда увидела, что мне доставили эту коробку, я была в большом восторге, потому что я думала, что она придет чуть позже, допустим, в пятницу, но я получила ее гораздо-гораздо раньше, это очень круто. Итак, первое, что мы тут находим, это вот такой журнальчик FabFitFun, тут говорится, конечно же, о том, что вы получаете в этом боксе, все перечисляется, все цены, ну, и, конечно же, разная полезная информация тоже здесь имеется. А мне не нравится в этом бьюти-боксе то, что они очень сильно пытаются сделать так, чтобы ты заплатил каких-то там 150 долларов, чтобы быть у них таким, типа, как вип-мембером, вип-подписчиком. А именно, если ты вип-подписчик, то ты можешь иметь возможность выбрать и кастомизировать свой бокс одним из первых, и таким образом ты получишь все классные товары до того, как другие люди их выберут. И до того, как была моя очередь выбирать, что я хочу в своей коробке, другие мемберы, которые заплатили эти деньги, они уже, конечно же, все классные товары забрали. И, в общем, о чем я? Каждый день я получала на свой e-mail сообщение, типа, будь первым, кто выберет товары, кастомизируй свой бокс. Но для этого нужно сделать что? Заплатить каких-то 150 долларов. И я такая, я не хочу это делать, я хочу просто получить свой бокс, допустим, кастомизировать хотя бы пару товаров, и все, я не хочу получать эти рекламные объявления. Да, у них есть огромная-огромная селекция товаров, которые вы можете также добавить дополнительно к вашему боксу, но как-то некоторые товары, я так смотрела, ну, окей, некоторые из них интересны, некоторые нет. Конечно же, самые классные товары, они распродаются очень быстро, и в этом битюбоксе я кастомизировала только, по-моему, два товара. Остальные все они добавляют сами, если они чувствуют, что это то, что они хотят добавить в битюбоксе. Итак, общий объем товаров, которые вы получаете в каждом, составляет от 214 долларов до 544 долларов. Вау, где вы видели такой битюбокс, который вам дает столько товаров на такую большую стоимость? Но, тут еще один момент, который заключается в том, что очень часто вот такого типа бокса, они пишут гораздо более высокую цену, чем она есть на самом деле. То есть, я получила, допустим, эту маску, и здесь написано, что эта маска, набор масок, в которой у нас 5 штук этих масочек, она стоит, например, 40 долларов. 40 долларов за вот эти маски. Я не знаю, где вы видели, чтобы набор масок стоил 40 долларов, возможно, они действительно специально, искусственно увеличили цену, чтобы сделать так, что, ой, наш битюбокс там больше 200 долларов стоимости продуктов, которые вы получаете. И давайте проверим, сколько же, допустим, может стоить эта маска, если в интернете ее покупать. Просто ради интереса мне хочется посмотреть, что же это представляет из себя. Да, это правда, здесь у нас получается 5 масок, и каждый из этих масок стоит по 8 долларов. Здесь есть также коробка с 4 масками, она стоит 32 доллара, но так как у нас здесь 5 масок, получается, она то-на-то и выходит. Но не знаю, блин, почему, мне кажется, это каким-то невероятным, что там коробка масок 40 долларов, я не знаю. Мне кажется, это немножко странно, а вы что думаете, ребят? Мне будет очень интересно узнать. Создание этих масок было вдохновлено корейскими инновациями, также супер тонкая фибра, из которой состоит эта маска, она, короче, супер невидно выглядит и доставляет то самое увлажнение и витамины в вашу кожу. Надо сказать, что они выглядят невероятно мило, действительно, такой девчачий цвет, и я думаю, что мы с вами посмотрим еще на эти маски, попробуем, может быть, я однажды сделаю видео, типа, собирайся со мной, уход за кожей, скажите, вам будет это интересно увидеть когда-нибудь или нет. Второй товар, это уже я кастомизировала сама, чтобы вы понимали, эта коробка, она очень огромная, прям, да, огромная. И, в общем, у нас имеется что? Это у нас накручивалка для создания квадряшек, бренд Foxy Buy. У меня имеется их утяжок для волос, и он классный, единственное, что я купила его в стоковом магазине за долларов, не знаю, 15-20, а здесь нам говорят, что это стоит 90 долларов. Не знаю, возможно, если вы пойдете в стоковый магазин, там и будет дешевле, нужно же написать, что это стоит 99 долларов, а это уже половина почти стоимости бокса, да. И я вчера открыла это, чтобы посмотреть, и это действительно очень уникальная форма этого средства, то есть она не имеет в себе никаких щипцов, что обычно вы можете находить в накручивалке для волос. Красивый розовенький цвет, и да, это смотрится очень красиво, прикольно, очень приятно на ощупь, и да, что еще сказать, нужно это все пробовать, потом когда-нибудь я попробую, покажу вам, что это из себя представляет. Но, по первому впечатлению, это очень интересная форма и очень такой девчачий классный цвет. У нас следующий товар, это вот такая сыворотка от Dr. Dennis Gross. Я много слышала об их продуктах, и да, качество этого бренда, оно просто на высоте, у меня были их такие салфетки для, как сказать, гликолевые салфетки, мне они очень понравились, они дорогие, они реально дорогие, но тогда мне понравились они в каком-то, может быть, наборе. Я поняла, что это классный бренд. Если, допустим, у вас имеются проблемы с тем, что поры забиваются, я так понимаю, имеются белые точки, огромные поры, и если ваша кожа также жирная, то эта сыворотка должна помочь. Когда я выбрала это, я решила посмотреть отзывы, и люди говорят, что, ну, типа, окей, это не прям самая, прям, вау, сыворотка. Давайте понюхаем ее. Ммм, пахнет она приятно, то есть иногда бывает как, сыворотки либо пахнут, либо они вообще не пахнут никак, иногда запахи бывают не очень прям приятные, но, вы знаете, текстура этой сыворотки, она очень интересная, она гелевая по текстуре, и она такого желтоватого цвета. Эта сыворотка без силикона, она делает так, что черные или белые точки, они не появляются так часто на вашей коже, и здесь имеется альфа-бета-комплекс, который в будущем поможет вам избежать того, чтобы поры опять загрязнились. По цене эта сыворотка у нас стоит 65 долларов, если покупать ее где-нибудь отдельно. Вы знаете, мне кажется, что она даже немножечко липкая, да, немножко, я чувствую, ощущаю эту липкость. И не забывайте, что после использования сыворотки обязательно, обязательно наносим какой-нибудь крем. Это для того, чтобы все эти ингредиенты, которые в сыворотке, впитались в кожу, а не рассеивались, да, это важно. Следующий наш товар будет скраб. Это скраб кофейный. Кто не любит кофейные хорошие скрабы, которые приятно пахнут, я была удивлена, что это огромная упаковка, ребят. Она не маленькая ни разу, и какой приятный персиковый, нежный персиковый цвет. В составе у нас имеется робуста кофе, кофе робустового, робуста кофе, робустовое кофе. То, что стимулирует коллаген и тонизирует кожу. Имеется у нас масло миндаля, витамин Е и также соль, морская соль. Прикольно. Давайте это откроем. Такая вещичка стоит у нас 16 долларов. И я думаю, что это очень даже хорошая цена, потому что вы получаете реально очень хорошее количество этого скраба. Ох, какой запах. Это реально пахнет как кофе, 100%. Вот когда вы делаете кофе в фильтре, мы так часто утром делаем, насыпаешь кофе в фильтр, и в фильтре это кофе остается, да, в бумажном. И после этого примерно такой же запах, очень такой сильный, не то что сильный, насыщенный запах. И так как у нас здесь имеется масло миндаля, морская соль, это делает запах еще более таким, знаете, типа он очень, как будто бы он очень пробивает нос, я не знаю. Но, в общем, интересно попробовать будет это все. И сделаем этот скраб, кстати говоря, в США. Следующий наш товар будет, будет, будет маска для волос от Tokyo Natural Lab. Это у нас маска для волос, пахнет она приятно, то есть это такой приятный аромат, который, наверное, вы можете найти в каких-то шампунях определенных. Эта маска, она предназначена для использования в душе, то есть вы помыли голову шампунем, нанесли эту маску и смыли ее, все, так она работает. По стоимости составляет 16 долларов, я верю, что эта маска может стоить примерно 16 долларов. Мне уже нравится этот товар, здесь у нас имеется бамбук и также кератиновые какие-то молекулы, экстракты для очень такого сильного кондиционирования волос, чтобы, в общем, сделать их гораздо более гладкими и сильными. Я думала, что он сделан в Японии, если честно, но написано, что дизайн создан был в Японии, а уже продукт сделан сам в США. Следующее у нас, я, кстати, раскрыла уже эту баночку, это у нас так называемый бронзер, который очень мягкий по своей текстуре, что очень классно, он и для лица, и для тела. Ребят, я ни разу об этом бренде не слышала, и посмотрите, какая милая упаковка, она выглядит, как молоко вы покупаете, когда в таком же формате, очень мило. Бренд называется у нас The Beauty Crop, и это блестящее молоко, которое даст вам сияние. Это цвет шампанского, и что невероятно интересно об этом бронзере, это то, что здесь имеется кокосовое масло в составе, то есть, как часто вы видите, что в бронзерах имеется масло кокоса, чтобы увлажнить кожу, обычно там все-таки достаточно такие не очень классные ингредиенты, и вот так это все выглядит, ууу, такая классная пипеточка, выглядит на самом деле невероятно-невероятно дорого, красиво, конечно же. И, ребят, когда вы носите его на кожу, вы чувствуете, я не знаю, это все такое мягкое, и потом после нанесения вы ощущаете какой-то пудровый финиш, то есть, это не липко, это не жирно. Очень приятно на коже, нанести можно и на лицо, и на кожу. Пахнет, ну, пахнет он не так прям сильно, но имеется такой хорошенький аромат, давайте нанесу на свою руку, например. Такая вещичка стоит 19 долларов 50 центов, и да, я считаю, что это очень-очень хорошая цена, то есть, это не 50 долларов, учитывая, что здесь есть натуральные компоненты, это очень-очень даже классно. И именно поэтому мне так нравятся американские бьюти-боксы, потому что вы получаете хорошие товары здесь, и не то, что залежалось где-то на полочках в магазинах. И, к сожалению, последний наш товар из этого бокса, это крема для пяток ног. Я знаю, что это достаточно необычный товар, который вы можете найти в бьюти-боксе, но это педикюрный набор, по сути, не крема, это педикюрный набор. О, вау, это четырехшаговый набор педикюрный, который состоит из морской соли, скраба, сахарного маски из глины и также массажного масла. Оу, я даже не знала, что это такой прикольный набор. Вчера, когда я смотрела и открыла это, я подумала, что это что-то вроде кремов для пяток, но нет. Давайте я сразу вас по цене сориентирую, 20 долларов за такой набор, и да, я считаю, что это очень интересно, что-то, чего я раньше не получала ни разу в бьюти-боксах. И все эти пакетики рассчитаны на двухразовое использование. Вау, это очень прикольно, бренд называется Voyage New York, я ни разу не слышала о таком бренде, естественно. И вы можете слышать, что в одном из этих есть соль, для того, чтобы, в общем, эксфолировать ненужные мертвые слои кожи. Я не сказала бы, что это пахнет очень приятно, это пахнет как будто бы корицей, что-то вот такое. Я чувствую сразу такой, ху, корица, не пампкин, не тыковка, да, не тыквенный латте, а именно корица. Ну и, конечно, у нас тут имеются всякие разные акции. Оу, я совсем забыла, ребята, боже мой, я совсем забыла про эти маленькие заколочки от бренда Eat Other Reasons, 8 других причин. Когда я их увидела, я такая, блин, они такие милые, они действительно супер девчачьи, они, мне кажется, понравятся любой девушке, окей? Так, давайте мы их откроем, посмотрите, ну, не мило ли это все смотрится. Как будто бы сама заколка, она мраморная, ну, не тяжелая, естественно, просто она очень интересно смотрится. И давайте я, допустим, окей, вот эту. Очень даже все хорошо держится, кстати. Очень многие заколки, они, ты покупаешь их, держат волосы, нифига. Эти заколки стоят 32 доллара. 32 доллара за вот эти три штучки заколок. Вау, это недешево. Я не думаю, что кто-то купил бы их просто. О, 32 доллара за три заколочки. Да, конечно, 8 разных причин. Я не встречала такого бренда ни разу. И вот так мы распаковали самый дорогой бьюзи-бокс, который я получаю раз в сезон. Кстати, в этом журнальчике написано все те товары, которые, возможно, получили другие люди, которые, допустим, зарегистрировались раньше или они заплатили 150 долларов, чтобы получать уведомление о том, что что-то можно выбрать уже из этого. И на самом деле этот лист товаров, которые имеются у них вообще в наличии, он поражает. Потому что всего очень много. И действительно, каждый, мне кажется, может найти что-то интересное и прикольное в этом боксе. Поэтому, да, я считаю, что этот бокс, скорее всего, стоит свой денег. Типа это 45 долларов. Я напишу внизу точную цену этого бьюти-бокса. Ребят, дайте мне знать, что вы думаете об этом бьюти-боксе. Купили ли бы его, если бы вы жили в Америке, подписались бы. Потому что я не знаю, почему так много, не так много людей, извиняюсь, не говорят вот именно о таких бьюти-боксах. Интересно. Мне кажется, что это стоящий экземпляр. И вот мы подошли к концу нашего видео. Мне было невероятно приятно поделиться с вами, ребят, о том, на чем я сижу, на что я подписана, так сказать. Потому что я считаю, что людям интересно знать, какие в разных странах существуют бьюти-боксы. Самое классное наполнение бьюти-боксов сегодня у нас было, это, конечно же, Allure. Allure это просто номер один, потому что я обожаю все средства, которые они кладут туда постоянно. Всегда какой-то сюрприз. Ты можешь реально попробовать столько разных интересных текстур, разных брендов. Это очень круто. Я знаю, что я сегодня очень много говорила про бренды, но это правда. Все именно держится на брендах, которые ты получаешь в бьюти-боксах, правильно же. Следующий бьюти-бокс, который мне очень понравился, это, конечно же, бьюти-бокс. От FabFitFun. Это, наверное, мой номер два. Ну, да, потому что они так часто выходят, и приходится ждать, и постоянно вот эти вот подпишись, там, заплати больше денег, и имей возможность выбрать все первее всех. Ну, как бы я не хочу, я чувствую себя немножко обделенной. Лучше просто пришлите мне это, и все. И в этом месяце, по-моему, они даже немножко задержались в бьюти-боксах. Обычно они раньше присылают, а вот тут что-то прям все долго было. Ну, и третий, наверное, это Ипси. Самый первый мой. И это, кстати говоря, ветеран из всех бьюти-боксов в Америке. Дайте мне знать, что вы думаете. Я считаю, что я рассказала вам ту информацию, которую вы хотели услышать. Я надеюсь, что вы получили то, что вы хотели услышать сегодня. И я надеюсь, что вам было приятно смотреть сегодняшнюю распаковку. Дайте мне знать, если вам понравилось это, или, может быть, что-то было не очень точным. Мне тоже будет очень интересно узнать какую-то такую легкую критику. Поэтому, да, я не буду вас задерживать. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И я с вами не прощаю. Желаю вам прекрасного дня. Хорошего настроения. Вкрою увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok